И этот день настал. Я готов представить вам второй кибер-клуб Сабишок. Сабишок Вайф. А давайте пройдемся по всем моментам, которые мы взяли с прошлого клуба. Понятное дело, это вывески. В целом это неплохо. По законам Грузии должен быть грузинский текст. И чаще всего это именно название, то есть мы должны обязательно это перевести. Взяли наклейки. Тут написано, что мы 24 на 7, 26 компьютеров, беспроводные мышки и комнаты для двух людей. Это реально преимущество. Это наша фишка. Это станет популярным, и мы этим пользуемся. Ну что, заходим? Хотя, стоп, не заходим. Давайте я вам покажу, как здесь было до. А вот, представляю вам второй кибер-клуб. Это наш ресепшн, наш логотип, комнаты и очень много зелени. Это у нас новое решение. Мы начали делать стеклянные двери, плюс стеклянные стены. Скажу вам так, это еще не проверено опытом. Возможно, это была грубейшая ошибка, и после открытия мы просто увидим, как клиент сломает дверь из-за того, что у него не пошла катка. Возможно, но это будет опыт. Кресло у нас CyberShock коллаборации Dark Project. Коврики CyberShock, которые, кстати, продавались очень долго на рынке. Но мы их почему-то убрали. Надо их снова возвращать и сделать новый дизайн. Мышки у нас новые Dark Project. Это Mi 4. Клавиатура здесь очень интересная. Это тоже Dark Project. Я вам скажу честно, эта клавиатура лучше, чем у нас в премиум-клубе. Я ее сейчас использую даже у себя дома. Тут надпись не нажимать. Большая красная кнопка. Послушайте, какие классные свечи. Очень приятно. Наушники у нас Dark Project. Насчет столов. Понятное дело, гранитные мы больше никогда в жизни не будем делать. Это была история просто поприкалываться. И поэтому у нас клуб вышел полумиллиона долларов первых. Здесь у нас обычный стол, который издает звук обычного стола. Но выглядит он все еще как каменный. Поэтому фишка осталась. Насчет мониторов. Это самое лучшее, что есть в этом клубе. И отличительное от первого. Он на кронштейне, как и все твои шесть компьютеров. Есть! Хочу ближе! Вы понимаете, что вот так играть гораздо комфортнее, чем условно на расстоянии метра. Но это же бред планеш. Когда вы играете так, вы видите любой пиксель, который происходит на карте. Если что-то дергается, вы видите гораздо быстрее, чем другие противники. Поэтому задумайтесь о том, чтобы купить кронштейн. Очень удобно. Здесь много зелени, я согласен. Но это добавляет некой атмосферы. Понятное дело, это не настоящее. А знаете, что еще больше добавляет атмосферы? Да, это ковролин. Но вы знаете, когда вы заходите в Казик, у вас появляется какой-то уют, комфорт, когда вы ходите по ковролину. И здесь мы повторили это решение. Вы как будто дома. Так мягко. Нет звука. Нет этого холода. Ты просто ходишь по коврику, как дома. И насчет звукоизоляции. Она есть. Понятное дело, я говорю сюда в пятичку, но... Звукоизоляция, хоть какая-то она есть. Только что я вышел из этой комнаты. И таких у нас четыре. Именно по дуо. Это первая, вторая, третья и там четвертая. Какие еще мы идеи забрали с первого клуба? Это картины. У нас фишка. Мы берем в Джерси какой-либо команды, которую я забираю с каких-то турниров. И мы их вешаем вот так вот красиво в картину. Очень гармонично смотрится. И она заполняет пустые стены, что дает больше, опять же, уюта. И честно, уюта в этом клубе больше, чем в Кандалаке. Потому что Кандалаке огромный, просто огромнейший. А здесь у нас картина Virtus. Спроссором Зессом и его настоящей росписью. Пришла подписчица и сказала, Эрик, я хочу вам отдать эту Джерси просто так. Вот. Если ты смотришь это видео, огромное спасибо. Это Джерси теперь во втором Киберклубе. Не помните, я вам говорил про компактность? Так вот, в этой стене, в обычной, у нас спрятаны напитки. То есть тут склад продуктов. То же самое здесь. Это прям меня поражает, почему у нас тут получиваются. Все эти в Кандалаке у нас полуклубы. Это пустота. Так, это у нас третья комната. Та же самая Duo. И здесь отличие только в горшках. Они тут есть, там не было. Те же девайсы, те же компьютеры. И у нас такая фишка, что в Киберклубах одно и то же резо. Да зачем платить за то, что у тебя будет FPS больше на 10%? Ты должен платить за атмосферу. Мы просто делаем разницу в тарифах, если ты сидишь приватно, если ты сидишь не приватно. Ну и четвертая комната для двоих, которая называется Duo. Она находится вот здесь. И она копия того, что было там. Но здесь отличие только в том, что такая инсталляция с растениями. Да, она отличается. Но в целом, представьте, вы приходите со своей девушкой, со своей женой, с другом. И вы играете здесь в КС, в доту, закрываясь. И вам никто не мешает. Никакой скуф не подойдет к вам и не будет просить дать пиво. Здесь вы уединяетесь. И за это мы как раз-таки готовы предлагать вам такие интересные тарифы. Общий зал, он должен быть, но не в таком количестве, которое сейчас есть в других киберклубах. И мы от него не отказались. Если что, клуб не заканчивается на этих 8 компьютерах. Они есть еще. Давайте посмотрим, какие. Тут у нас буткемп и сквад. Куда зайдем? Давайте. Помните, как на ютубе было в 2011 году? Аннотации. Сюда, либо сюда. Выбирайте. Нажмите просто пальцем. Ага, отлично. Вы нажали на буткемп. Погнали. Если вы профессиональная команда по стендов 2, напишите нам просто, и мы вам дадим эту комнату. Вы сможете тренироваться, вам никто не будет мешать. Вы смотрите на Норберта, который подарил эту футболку, которую сам носил. Это реально его футболка же. Здесь у нас Астралис. Опять же, тут те же кресла, те же клавиатуры, те же наушники, те же мониторы. Все одинаково. Окей, идем дальше. Это у нас сквад. Ой, посмотрите на эту футболку. Virtus.pro с росписью. Ну, Рамзес есть. Дальше я уже не разбираюсь с этой дотой. Но тут 4 компьютера. Да, честно говоря, я часто спрашивал владельцев клубов, почему вы сделали компьютерную комнату на 4 человека? Я возникал. Но, с другой стороны, я понял теперь их. Когда у тебя меньше места, чем обычно, тебе приходится жертвовать вот этим одним компьютером, чтобы сделать комнату. Но есть игры, условно PUBG, где нужно играть в скваду. В пятером там не поиграть. А в целом, лучше сделать такую комнату на четверых, чем не делать комнату вообще. Вайбы дуровы, заметили? Переходим еще в одну комнату. Она тоже называется сквад. Кстати говоря, это энтузив рич. А тут Na'Vi. О, да. Это же сквад. Опять Virtus.pro. Вы что, издеваетесь? Я даже не замечал, что у нас Virtus.pro весь в клубе. Так. Здесь у нас 4 компьютера и такая же история с цветами, растениями и теми же девайсами. И ковролин. Ну, блин, честно, посмотрите на этот клуб и сейчас посмотрите на кандалаки. Мне кажется, там тоже не хватает вот этой зелени и плюс ковролина. Ковролин такой дает вайп. Я знаю, тут есть люди, которые начали считать, какое количество компьютеров я вам показал. Я согласен, я вам показал 21 компьютер. И вы спросите, а где еще 5? Люди, которые считали. Вот они. Bootcamp 1. Это самая красивая комната, потому что она самая яркая и ее видно снаружи. Вы только посмотрите. Знаете, я жду очень сильный момент, когда здесь будут играть люди радоваться, кайфовать. Снаружи люди будут на это смотреть, хотеть так же, но это, наверное, уже через месяца полтора. Сейчас наша задача это сделать раскрутку этого клуба. И да, тут очень ярко. Это преимущество этой комнаты. Ну, и вы скажете, Эрик, ну, ты же понимаешь, что солнце, все мешает, ничего не видно, как я буду убивать? И для этого мы сделали такую историю, как шторы. Это, опять же, идея из кандалаки. Короче, если все закрыть, то будет темно. Кстати, вот на заднем фоне парковка. Если вы на своей тачке, тут для вас есть пять мест. И представьте, это та же комната, которая только что была самая яркая в этом клубе. И теперь она самая темная. Если суммировать, все эти комбинсерные комнаты, они прекрасны. Они проделаны с чистейшей душой. Мы тут исправили много ошибок, которые были в первом клубе. Я уверен, что в третьем клубе будут еще ошибки. Ой, точнее, в этом клубе есть еще ошибки, но в третьем их не будет, которые здесь. С каждым клубом мы развиваемся, и это здорово. Мы улучшаем то, что у нас есть. Скоро дойдем до идеала, которого нет. Возникает только один вопрос. Но я сижу и захотел в туалет. И что делать? Мы их построили. Какая самая большая проблема в киберклубах уровня спальных районов? Если там есть туалет, это уже победа. Но кто задумывался о женском туалете? А вот мы задумываемся об этом. У нас два туалета. Женский и мужской. Это очень важно, поверьте. Мы вообще делаем очень большой акцент на туалетах. Это очень важно. У нас в нашем клубе вообще полотенца в туалетах. Это выглядит очень красиво, и люди запоминают такую историю. Это у нас женский туалет. Аккуратно, компактно и красивенько. Поверьте, я знаю, что я говорю. В Грузии найти хороший, качественный туалет аккуратненько. Это сложно. А мы в киберклубах делаем сразу два туалета, где женской аудитории будет гораздо меньше. Но главное, чтобы все было по феншую. И это у нас мужской туалет. То же самое, только добавляется писор. Работает. И, понятное дело, у каждого из моих подписчиков возникает вопрос. Эрик, вы такие молодцы. Но вы задумались об уборщице. И да, мы задумались об уборщице. Мы сделали для него отдельную комнату. А она тут. Смотрите, мы выделили для уборщицы вот такой вот, ну, два квадрата. В Лондоне эта комната бы сдавалась за тысячу евро в месяц. Мы это делаем абсолютно бесплатно. Пишите, если что. Если клуб не пойдет, мы можем сдать. И третий вопрос. А где компьютеры? Я спрошу наших клиентов. Друзья, где наши корпуса? У вас задавался такой вопрос? Нет. Нет? А где корпус? Вы думаете, горшок это корпус? Там не поместится 4070 Ti. Кстати, комплектующие. Сейчас у вас на экране список комплектующих. Где корпус? Вероятно, за стенкой. Да. Да-да. Как он тут играется? Отличный. Бомбовый. Вы были в Канделаке? Да. В чем отличие? Пластейшн нет только и кальянный. Да, нет пластейшнов, нет кальян. И кронштейн. И кронштейн. Покажите, что здесь можно поесть. Так, здесь у нас Принглс. Маленький Принглс, большой Принглс. Что еще есть? Наци, снеки. А ну-ка, закажи по-братски воду и посмотрим, кто придет. О, красота. Спасибо, админ. Хорошая игра. Вообще, от души. Хорошая админ. Желает хорошей игры. Короче, вы можете также заказать любые напитки, любые снеки, которые у нас есть, и вам админ принесет все прямо на стол. Вам вставать даже не нужно. Так, мы выходим из этой комнаты и, понятное дело, вы спросите, где же все-таки эти компьютеры? Так, вот они. Вот двери для этих компьютеров. Они тут, тут, и вот одна сзади моего оператора. Это всего для того, чтобы вы не обращали внимание на эти железные комплектующие. Зачем это вам нужно? Вы просто сидите, играете, вам ничего не мешается в ногах, ничего на вас не упадет. Все аккуратно. Это одна из наших фишек. То, что вы не видите никогда свои корпуса, на чем вы играете. Ну и, понятное дело, администрация. Мы здесь добавим чуть-чуть больше зелени, она появится вот здесь. А сейчас вы можете посмотреть на логотип Сабишо, который выточен из бетона. Здесь у нас камеры. Вы можете понять, что здесь идет видеонаблюдение и играть с щитами нельзя. А тут цены. Кстати, насчет цен. Один час стоит 14 лар, 3,635 и 5,655. Мы убрали другие пакеты. Зачем лишнее внимание? Тут самые основные пакеты и все. Мы убрали вот эти всякие 12, 200, 24, они пользуются спросом один раз в год и просто стало все проще. И у нас очень низкая цена, это 6 лар в час, если вы берете ночной пакет. Грузия это такая страна, где кубер-клубы только заходят и не особо все понимают, что такое ночной пакет. В России ночной пакет самый популярный. Поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, мы сейчас запускаем ночные пакеты с очень низкими ценами, чтобы ночь у нас был бы народ. Это Герман. Герман, спасибо большое за то, что ты нам помогаешь. Этот человек оптимизировал все наши компьютеры. Сейчас мы получаем гораздо больше фпса, больше плавности, которой могло бы не быть, если мы бы просто купили бы компьютер и поставили как есть. В чем самая главная особенность CS2? На что ты делаешь большой акцент в сравнении с CSGO? На том, что игра очень неоптимизированная. Она не дружит, например, с энергоэффективными ядрами в основном. Из-за этого у нас влагают компьютеры, например, на турнирах где-то интеловские процессоры. Ну и, соответственно, допустим, я выключаю ядра и игра идет лучше. Какими именитыми игрокам ты помогал уже? Ну, самый мой фаворит travel, наверное. Маус, Интерс, работал с Вирту Спроса, брали им компьютеры, все их компьютеры. Там кикер был, по им и прочие ребята. Вот с ними работал, им настраивал. Короче, огромное спасибо. Вот, если что, ссылочка на Германа будет в описании этого ролика. Я думаю, я показал вам все, что мы сделали в этом клубе. Получилось глобально очень красиво, аккуратно, минималистично и очень симпатично. Надеюсь, что наша аудитория из района Галдани, спального района, это о цене. Что я могу сказать вам? Если вы смотрите это видео и еще не были здесь в этом клубе, то на первое посещение я вам даю 50% скидку на игровое время. Просто скажите админу, что я из ролика, и он вам даст 50% скидки. И как вы помните, мы уже взяли третье помещение для клуба, поэтому уже ближе к сентябрю мы откроем еще один кибер-клуб, и он будет снова отличаться. Мы каждый раз экспериментируем, чтобы подойти к идеалу, который мы будем продавать во фрошизе. Это все очень долгий, мучительный, но интересный процесс. С вами был я, Эрик Шоков. Жду вас в Грузии, и как только вы приедете сюда, не забудьте посетить наши кибер-клубы. Либо на Кандалаке, либо в Галдане. До следующих роликов, и, понятное дело, до следующего клуба. Субтитры создавал DimaTorzok